То, как эти пять элементов ведут себя внутри вас, определит практически всё в вашей жизни. Прежде всего, нам необходимо начать с очищения пяти элементов. Овладев этими элементами, вы овладеете не только телом и умом, но и самим творением. Жизнь будет происходить волшебным образом. Это тело, сама планета, Вселенная и космос — всё это лишь игра пяти элементов. Ваше тело на 72% состоит из воды, примерно на 12% — из земли, на 6% — из воздуха, на 4% — из огня. Остальное — это пространство или акаш. То, как эти пять элементов ведут себя внутри вас, определит практически всё в вашей жизни. Бутта означает элемент. Бутта-шудди означает освободиться от загрязнения элементов или очистить элементы. Это означает стать свободным от физической природы. Сейчас большинство людей находятся под полным контролем физиологических и психологических процессов. То, что мы называем нашей физиологией — это некоторое накопление. То, что мы называем нашим психологическим процессом, его содержимое — это тоже накопление, состоящее из впечатлений. Но между ними вы полностью упускаете природу того, кем являетесь, или экзистенциальную природу вашего существа. Если вы хотите получить доступ к измерениям, которых нет в вашем опыте, то прежде всего начните очищать пять элементов. Когда вы очистите пять элементов, вы сможете четко увидеть разницу между тем, что является физическим, что психологическим, а что — экзистенциальным. Из всех пяти элементов вода имеет наибольшее значение, потому что 72% этого тела — вода. Если мы достаточно заботимся о воде, которую потребляем, не только с точки зрения ее чистоты, чтобы она не содержала бактерий и тому подобного, но и о том, как мы храним воду, в каком сосуде храним, как прикасаемся к ней, как относимся к ней. Потому что сегодня существует достаточно научных доказательств того, что каждая мысль, каждая эмоция, каждое прикосновение способны изменить молекулярную структуру воды и значительно повлиять на то, как ведет себя вода в вашей системе. Поэтому важно понять, что вы имеете дело не просто с веществом, а с материалом, создающим жизнь. Вода — это жизнь. Вы можете хранить воду в металлическом сосуде, желательно из меди или сплава меди, и мыть этот сосуд только органическими средствами, держать его в таком месте, где нет посторонних запахов и веществ, оставлять вокруг сосуда достаточно свободного пространства, прикасаться к сосуду и держать его в руках с определенным чувством благодарности и почтения, как к материалу, создающему жизнь. Когда вы будете пить воду после этого, вы увидите, что она сотворит чудеса в вашей системе. естественным следствием этого станет здоровье и баланс. Каждый день, по крайней мере, полчаса сидите на земле в своем саду. Просто можете разговаривать с другом, читать газету, говорить по телефону, делать что угодно. Но лучше всего просто сидеть тихо, просто проводите полчаса в день, сидя на земле в саду, и вы увидите, что состояние вашего здоровья сильно изменится. Я говорю только о здоровье, потому что вам легче это заметить. Происходят и другие вещи, но, скорее всего, вы их не заметите. Происходит множество других процессов. Поэтому, насколько это возможно, старайтесь сидеть на полу. Тем из вас, у кого слабое здоровье, кто часто болеет, постоянно имеет проблемы со здоровьем, просто начните спать на полу, и вы увидите, какие большие изменения произойдут в результате. Пусть вы станете немного ближе к земле, возможно, всего на полметра, но вы увидите, какие большие изменения это принесет в работу вашей системы. Несмотря на то, что воздух составляет всего 6% от элементов вашего тела, это самый подвижный элемент с точки зрения взаимодействия, которое происходит беспрерывно. Безусловно, важно, каким воздухом вы дышите. Это всем хорошо известно. Но то, как вы дышите и насколько осознанно вы дышите, имеет не меньшее значение. Особенно это касается жителей больших городов. Прогуляйтесь по парку, вдоль озера, реки или где-нибудь еще, в зависимости от того, что вам доступно. Побудьте на природе, где вы сможете активно дышать. Это не только аэробное упражнение, потому что постоянный обмен воздухом происходит как внутри, так и снаружи. Почувствовав чистый и свежий воздух, сам разум организма позаботится о том, чтобы тело дышало по-другому. Поэтому, пребывая на чистом воздухе, важно позаботиться, чтобы ваше дыхание было активным. Для этого не требуется слишком интенсивная деятельность. Нужно дышать достаточно глубоко, чуть глубже, чем обычно, и чтобы это происходило на протяжении определенного периода времени. Но если вы не можете выходить на природу каждый день, то дома вы можете выполнять простую йогическую практику под названием Нади Шодди, чтобы очистить дыхание. Огонь составляет 4% от элементарного состава вашего организма. Чтобы очистить элемент огня, вы можете разжечь огонь из органических материалов, таких как солома или дрова, без использования масла, и постоять лицом к огню, развернув ладони к костру, и смотреть на пламя в течение 3 минут, а затем повернуться к огню спиной на 3 минуты. Это очистит вашу ауру и восстановит вашу систему. Это делается для того, чтобы заново разжечь и восстановить связь огня внутри вас с огнем снаружи. На этом основываются все огненные ритуалы Востока. Если у вас нет возможности разжечь костер, то, по крайней мере, вы можете зажечь лампу с растительным маслом или ги. Посидите перед лампой сначала лицом к ней, а затем спиной, чтобы огненный элемент вновь разгорелся внутри вас. Пятый и наиболее способный к расширению элемент — это акаш, или эфирное пространство. Он обладает определенным разумом. Природа и качество вашей жизни, жизненная сила, сущности определяются тем, насколько вам доступен разум акаша. Как я уже говорил, акаш — это расширяющаяся часть состава элементов, что означает, что у него нет лимита. Вода, воздух, земля и огонь имеют ограниченную долю в составе тела. Но измерение акаша — это безграничная возможность. Если вы найдете доступ к безграничному измерению, то уровень вашего восприятия и интеллекта может возрасти. Чтобы получить больше доступа к акашу или интеллекту акаша, вы можете выполнить простой процесс. После восхода солнца, до того, как солнце пересечет угол в 30 градусов, посмотрите на небо один раз и поклонитесь акашу за то, что он удерживает вас и эту планету на месте. После того, как солнце пересечет угол в 30 градусов, в любое время в течение дня посмотрите наверх и снова поклонитесь акашу. После захода солнца, в течение 40 минут после захода солнца, еще раз посмотрите на небо и поклонитесь ему. Вы кланяетесь не к каким-то воображаемым богам, сидящим наверху, просто эфирному пространству вокруг нас, которое удерживает все, чем мы являемся на своем месте. Если вы делаете так, чтобы акаш работал вместе с вашими жизненными энергиями, жизнь будет происходить волшебным образом. разум, который вы даже не могли себе представить, станет вашим. с точки зрения здоровья, благополучия, восприятия, знания, всего просветления. Все произойдет, если только вы знаете, как поддерживать эти пять элементов должным образом. Самая основополагающая практика в системе йоги, которая является основой всего остального, что мы делаем, называется бутта-шудди. Все остальные йогические практики являются лишь выжимкой из системы панча-бутта-йоги. Если вы очистите элементы до определенного уровня, то достигнете того, что называется бутта-сидди, что означает, что вы обрели власть над элементами. Овладев этими элементами, вы овладеете не только телом и умом, но и самим творением. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова